Доброе утро, уважаемые трейдеры, клиенты компании Амаркетс. Сегодня 13 декабря, среда. Пожалуй, самый важный торговый день текущей недели. И сразу же обозначим ключевое сообщение данного брифинга. Сегодня мы будем говорить о заседании ФРС в первую очередь. И, конечно, нас поджидает еще целый ряд важных экономических показателей. Поэтому, конечно, сразу обозначим, что сегодня очень вероятно высокая волатильность на рынках. Нас будут поджидать и запасы нефти чуть ближе к началу американской сессии и данные по занятости в Великобритании. И даже выступление Трампа сегодня также запланировано. Поэтому сразу говорим о том, что сегодня очень насыщенный торговый день. Но начнем по традиции с краткого обзора вчерашней торговой сессии и подведения итогов тех мыслей, тех идей, которые мы озвучивали в ходе вчерашнего утреннего брифинга. Итак, стоит констатировать на данный момент, что доллар, как и предполагалось, укрепляется в начале текущей торговой недели по отношению к евро и британской валюте. Это особенно заметно. Но в то же время, если мы посмотрим на торговую сессию вчерашнего дня, то увидим, что доллар постепенно снижается по отношению к защитным активам. Речь идет про швейцарский франк и японскую иену, прежде всего. Это вполне логично и также предсказуемо, потому что мы с вами все прекрасно понимаем, что в моменты, когда у нас есть некая неопределенность, причем довольно высокая в преддверии заседания ФРС и тех комментариев, которые нас ожидают, конечно, крупный капитал уходит, уводит большую часть своих средств, активов в защитные активы, которыми традиционно выступают японская и швейцарская валюты. Что странно, так это то, что золото не выросло в ходе вчерашней торговой сессии, хотя, по идее, предпосылки для этого были. И, конечно, очень важно понимать, что по золоту сейчас несколько иная история, да, своя ситуация. Мы видим, есть тенденция к развороту и к росту золота в начале сегодняшней торговой сессии, вчера ближе к завершению американской области. В начале торговой сессии также мы наблюдали некую тенденцию к развороту тренда по золоту, но, тем не менее, в целом, пока золото выглядит очень слабо. Но сейчас все-таки, конечно же, не об этом. Вот если мы затронем вчерашние публикации, то увидим, что даже довольно неплохой индекс потребительских цен по Великобритании не помог британской валюте. В принципе, фунт был вчера одной из самых слабых валют, что не является чем-то необычным. И в первый день этой недели фунт также просто сильно падал. И вот та торговая рекомендация, которую мы озвучивали в ходе вчерашнего брифинга по продаже британской валюты при обновлении дневного минимума, она полностью себя оправдала. Похожая, на самом деле, ситуация и сегодня. Мы также видим, что утро проходит довольно в сильном ключе для евро и британской валюты по отношению к доллару. Но этот позитив довольно быстро угасает и не выглядит чем-то направленным, чем-то серьезным. Доллар берет свое ближе к обеду, если мы говорим про московское время. Думается, что так же будет и сегодня. Хотя, на самом деле, вот сейчас мы перейдем к обсуждению всех интриг, связанных с заседанием ФРС сегодня. И поймем, что не все так безоблачно для американской валюты. Еще интересный факт, то что немецкий индекс после нескольких негативных дней в красной зоне вчера все-таки сумел нащупать некую поддержку и пошел вверх. Это во многом было связано с тем, что, несмотря на противоречивые данные по индексу экономических настроений, в Германии в целом преобладал позитив по этим данным. То есть, есть некий сдвиг в сторону улучшения экономической ситуации, главной экономики еврозоны. Поэтому логично, что немецкий индекс все-таки начинает восстанавливаться. И если у вас есть нехватка, скажем, среднесрочных торговых идей, то покупка немецкого индекса, она может себя полностью оправдать. Вполне вероятно, что до конца года, либо в самом начале следующего, мы увидим повторение максимальных значений ноября. То есть, довольно серьезный потенциал для роста есть по индексу DAX. Ну что ж, переходим к главной теме сегодняшнего брифинга. Конечно же, это заседание ФРС. Сразу несколько значимых событий окутали предстоящее заседание. Прежде всего, мы можем говорить, что это последнее повышение ставки, которое, последнее заседание в этом году, именно с пресс-конференцией, с экономическим анализом и разбором именно от регулятора США. Поэтому, конечно, все ожидают повышения ставки. И, учитывая, что это последнее еще и выступление Джанет Йеллен в своем действующем статусе, интриг становится еще больше. С одной стороны, многое уже заложено в текущих котировках, потому что мы сообщали вам ранее в начале недели о том, что 98% вероятность есть того, что ставка будет повышена. Казалось бы, с одной стороны, никаких интриг нет. Но очень важно будет обратить внимание не только на комментарии Йеллен по следующему году, по действиям в монетарной политике, прежде всего, в конце концов, по количеству повышений ставки, ее взгляд на эту ситуацию. Но еще более важным будет обратить взор на выступление Джерома Пауэлла. Напомню, что Джером Пауэлл – это следующий глава ФРС, который вступит в свою новую должность уже в феврале. И на самом деле, если мы немного поговорим о его планах, точнее о том, чего ждут от него инвесторы, то поймем, что ожидается примерно 2-3 повышения в следующем году. И на самом деле, стоит подчеркнуть, что Джером Пауэлл является довольно осторожным, консервативным человеком. Он начинал свою карьеру в инвестиционных банках США, получив очень хорошее образование. Затем работал в качестве заместителя министра финансов Соединенных Штатов. И вот недавно был выбран Трампом в качестве следующего главы ФРС. Еще раз повторюсь, что он славится своим осторожным, консервативным подходом. Еще стоит понимать, что, учитывая те хрупкие тренды по восстановлению американской экономики, которые были в последние годы, у него довольно ограниченный функционал, то есть простор для работы. Поэтому не стоит рассчитывать на резкую смену курса. На самом деле, Пауэлл является неким последователем Елен во многих аспектах и своими предыдущими заявлениями подтвердил тот факт, что его взгляды во многом похожи на взгляды пока еще нынешнего председателя ФРС. Но, тем не менее, вот те тренды, которые были положены, они будут несколько корректироваться. Опять же, стоит учитывать, что не все так здорово в экономике США. По сути, единственный показатель, который полностью в зеленой зоне, это данные по недвижимости, данные по инфляции, скажем, по занятости, они выглядят несколько противоречивыми, хотя в целом есть устойчивые тренды к восстановлению данных показателей. Поэтому, вот еще раз отметим, что те долгосрочные планы, которые озвучивались ранее со стороны ФРС, они будут продолжены. То есть Павел, по большому счету, это просто более удобный кандидат с позиции президента Трампа, нежели Елен. И это не означает, что Трамп чем-то недоволен, скажем, в текущей ситуации и захочет смены курса. И это не означает, что Павел сам хочет что-то менять. Это лишь значит, что Павел более удобный кандидат для нынешней должности с позиции Трампа. Поэтому все внимание к тем комментариям, которые в том числе мы сегодня услышим и от него. Если вкратце обозначить стратегию работы на сегодня, если у вас вдруг будет доступ к, скажем, прямой трансляции, то нужно обратить главное на следующее. То есть сколько повышений ставки ожидается в следующем году и когда они будут, что самое главное. Потому что по предварительным данным первое повышение может быть запланировано не ранее, чем на июнь 2018 года. И вот многие аналитики отмечают, что если вдруг будет сказано что-то про более ранние сроки, например, первый квартал либо второй квартал следующего года, то в таком случае стоит ожидать резкого роста доллара в моменте, потому что подобные заявления в цене еще, конечно же, не заложены. То есть сейчас все рассчитывают на то, что в среднем будет, скорее всего, два, но в крайнем случае повышение ставки в следующем году и начнутся они не ранее, чем в июне. При этом стоит еще и учитывать оценки, которые будут даны регуляторам нынешней ситуации в монетарной политике, ситуации в экономике США. Если вдруг будут какие-то, скажем, негативные сигналы, а напомним, что регулятор штатов очень позитивно оценивает состояние экономики в ходе своих последних пресс-конференций, несмотря на то, что всегда Елен славится своими осторожными заявлениями, мы все-таки могли неоднократно слышать о том, что регулятор в целом доволен тем, как складывается и как улучшается, как оздоравливается экономика США, и во многом именно на этих данных, на прогнозах о том, что все продолжится в таком же ключе, основана и та монетарная политика, которая планируется на следующий год. Если вдруг мы, скажем, услышим какие-то противоречивые сигналы в ходе выступления, либо появится, скажем, некий негатив, то, конечно, доллар будет слабеть в моменте. С позиции технического анализа есть некое подозрение, что нас сегодня может ожидать импульс вверх, пусть он, вероятнее всего, будет каким-то локальным, краткосрочным, потому что всю неделю мы видим, что доллар неуклонно растет по отношению к евро и британской валюте, поэтому какие-то небольшие манипуляции в течение дня возможны. Опять же, скажем, крупные участники рынка еще не до конца определились с тем, в какую сторону они будут стоять, хотя в целом все складывается в пользу доллара, и наверняка большая часть позиций будет именно в сторону повышения американской валюты. И тем интереснее будет, ну, блядь, за тем, как будет крупный участник допирать свою позицию на продажу. Опять же, сделать это он может с помощью кратковременного рывка вверх, поэтому все-таки есть подозрение, что, по крайней мере, в первой половине дня, как мы это видели в понедельник и вторник, евро и фунт могут укрепляться, но при первых признаках понижения стоит, конечно, занимать позицию, шартовую, да, то есть короткую позицию по евро и британской валюте. Отметим, что довольно интересная ситуация складывается по паре доллар-иена, потому что мы отбиваемся от максимальных значений, причем сегодня в ходе утренней сессии был довольно сильный пролив вниз, поэтому сейчас есть некий зеркальный уровень на часовом графике, да, для тех, кто торгует внутри торговой сессии, от которого стоит работать. Иена может продолжить локальное укрепление до начала заседания ФРС. Также напомню, что сегодня еще будет выступление Трампа запланировано, пусть, скажем, этому пока не немного совсем внимания уделяют ведущие аналитики, да, и не говорят, что это как-то повлияет на рынки, скорее всего, там будет более политический фон, и вряд ли мы что-то увидим, связанное с, скажем, экономикой, да, именно в развитии того, что интересует нас, как участников финансовых рынков, либо что-то про доллар, но, может быть, и обмолвится президент США по поводу, скажем, того же сегодняшнего заседания ФРС, например, недаром это событие происходит в один день, и, может быть, что-то обозначат по поводу своего видения в экономическом плане. Пока же мы слышали также очень позитивные заявления от Трампа, он также очень доволен был курсом ФРС, который в последние месяцы и годы был выбран, поэтому в целом все спокойно, скорее всего, будет в ходе его выступления. Куда интересным по сравнению с вышеозвученным выступлением Трампа будут публикации по запасам нефти. Напомню, что сегодня среда, а значит, что мы увидим новые данные от регулятора по запасам нефти. Эта неделя выдалась очень волатильной для черного золота. Мы сначала видели резкий скачок вверх на фоне того, что была обнаружена трещина и был на время закрыт один из крупнейших нефтепроводов в Северном море и была угроза по снабжению, в частности, Великобритании нефтью. На фоне этого Brent резко подскочил сразу до 66 почти долларов, смотря на какие фьючерсы мы опираемся. Но вот в ходе вчерашней торговой сессии все это ралли краткосрочное было полностью компенсировано. И мы вновь вернулись ниже тех ключевых значений в 65, 64, 50, вблизи которых нефть консолидировалась все прошлые дни. Вот сейчас на дневном графике мы видим не что иное, как ситуацию ложного пробоя, то есть на фоне вот этого фундаментального, на фоне неожиданной ситуации с нефтепроводом. Котировки резко выросли, но их тут же вернули обратно. Ложный пробой, напомню, это очень сильный сигнал для продаж, для коротких позиций в данной ситуации, для разворота рынка в моменте. Поэтому можно ориентироваться на то, что котировки нефти могут снизиться, еще и если мы увидим рост запасов сегодня. А это очень вероятно, потому что по заявлениям, по сообщениям из США, сланцевые нефтедобытчики сильно активизировались, когда была информация о том, что есть перебои с поставками нефти в некоторых регионах, и нарастили добычу, у них есть ресурсы. Напомню, что далеко не на 100% используются те мощности, которыми обладают американские сланцевые нефтепроизводители. И как только, скажем, есть некий дисбаланс спроса и предложения, они тут же готовы его компенсировать в моменте, вызвав рост производства и рост предложения нефти. Поэтому, если мы сегодня увидим рост запасов, повторю, то, конечно, на коротких позициях можно будет очень неплохо заработать. Возможен кратковременный откат и к 62, и даже до 60 долларов за баррель нефти марки Brent. Поэтому, стоит, конечно же, отработать данную новость. Обязательно рекомендуем быть перед экраном и с включенным торговым терминалом. Потому что, опять же, такой волатильностью нужно пользоваться. Эта неделя выдающаяся в этом плане и уже, и, безусловно, еще нас ожидают сильные движения. Поэтому, конечно, нужно использовать такой момент по полной программе. И еще в завершении хотелось бы сказать несколько слов про золото. Мы про него уже сегодня в части говорили. Там также на часовом графике есть похожая формация на евро-доллар. Некий зеркальный уровень. Скорее, даже не на евро-доллар, а на доллар-иену. Она похожая ситуация. Поэтому, также сейчас есть точка для входа. Причем, в данный момент у нас есть точка для входа на продажу. Потому что мы находимся перед уровнем, очень важным. И есть возможность поставить короткий стоп-лосс. Но если вдруг мы, скажем, оказываемся выше в моменте данной отметки, то стоит покупать. Это также будет локальный разворот. И, как минимум, 50-70 пунктов после пробоя золото может преодолеть. Ну что ж, на этом сегодня все. С нетерпением ждем сначала запасов нефти, затем заседание ФРС. И всем желаем успехов в торговле. Завтра подведем итоги того, что нас будет ожидать сегодня. И обсудим дальнейшие торговые возможности. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok